Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Наверное, вы знаете, что Диего Мартин опубликовал в последнее время два видеоролика на английском языке и одно сообщение на своей странице в Фейсбуке. И в данном видео я представляю вам краткое изложение этой информации. Первое видео – это обращение к Александру Кэсли. Это сообщение для Александра Кэсли. Александр, я не знаю, зачем ты врешь людям, потому что ты не знаешь никаких владельцев. Ты не разговариваешь с Рабала. Я это могу подтвердить, он мой друг, и мы часто беседуем. Ты не знаешь Мухина, ты не знаешь Хосе Мануэля, ты не знаешь меня. И никаких владельцев компании ты не знаешь тоже. Поэтому прекрати врать людям, я серьезно. Помни, я юрист, именно поэтому меня выбрали в качестве директора и владельца Квестер Ворл. Я был владельцем. Я знаю, как компания работала. Я знаю, что компания уже не вернется. Поэтому, пожалуйста, прекрати давать людям надежду. Нет никакой надежды, владельцы уже в другом бизнесе, и я могу это доказать. А ты можешь доказать что-нибудь из того, о чем говоришь? Ты используешь логотип Квестера без разрешения. Как владелец я требую. Пожалуйста, прекрати это, или мы встретимся в суде. И помни, я хороший, хороший юрист, я это просто так не оставлю. Прекрати врать, прекрати говорить, что ты там с кем-то встречаешься. Владельцы не ездят на встречи, они только на Украине, они никуда не ездят. Ты можешь знать кого-то, кто работал в компании, но есть те, кто занимал высокое положение, и ты даже их не знаешь. Поэтому прекрати заниматься этим, или я начну юридические действия, а также Антонина Рабала. Я думаю, что у тебя нет денег для защиты. Прекрати все это. Это мое последнее предупреждение. В следующем видео я увижу тебя с твоим плохим немецким. Я немного говорю по-немецки. Ну, почему у Александра Кэсли плохой немецкий? Ну, уж, наверное, швейцарец Александр Кэсли говорит по-немецки лучше, чем испанец Диего Мартин. Ну, ладно. Я немного говорю по-немецки, и у меня есть девушки, есть люди, которые следят за тобой. Я начну юридические действия против тебя, потому что квест разрегистрировано на мое имя. Помни об этом. Юридические компании зарегистрированы на меня, поэтому ты не можешь ее представлять. Это последнее предупреждение. Последнее китайское предупреждение Диего Мартина. И вот недавно Диего Мартин опубликовал еще одно видео, которое уже не было направлено непосредственно к Александру Кэсли. Оно, скажем, более такое общее, где он пытается объяснить, а почему он, собственно, в 2018 году решил вернуться в квест. Диего Мартин. А Агам уже инвестировал деньги. Ну, типа дальше. Что же произошло с квеста? Я решил покинуть квесту 20 июля 2017 года. Мы договорились с Хосе Мануэлем, что я останусь в офисе до 1 августа. А 1 августа, как мы знаем, компания ушла в отпуск, из которого, ну, по крайней мере, в Европе она уже и не вышла. На тот момент мы знали, что средства Агам заморожены. Агам привлек своих юристов, а также обратились ко мне, чтобы средства были разморожены. Мы попытались это сделать, но для меня это было сложное время, я должен был покинуть компанию. Я связал их с одним человеком, который мог помочь в этом вопросе. Я был в отъезде, и со мной связались люди, которые рассказали ужасные вещи. Мне рассказали о тех, кто хотел покончить жизнь самоубийством. Некоторым угрожали люди из их же структуры. Некоторые потеряли все свои деньги, даже дома, стали полными банкротами. Люди были в депрессии. Друзья, я все это знаю. Мне писали на фейсбуке, на телефон, на ватсап. Люди в моем окружении знают, что я очень сближаюсь с теми, с кем общаюсь. Поэтому я решил вернуться в квестру, чтобы как-то помочь. Я попытался снова собрать команду Агам, потому что Хосе Мануэль довел квестру до банкротства. Я решил помочь вернуть компанию с теми деньгами, которые были разморожены. Но Абакумова там уже не было. Остался только Мухин и Антонина Рабала. Мы от чистого сердца старались вернуть компанию. В тот момент я действительно верил, что квестру можно вернуть. И Агам снова начнет платить. Когда работаешь в хорошей команде, как мы работали раньше, то многие задачи по плечу. Оказалось, что они умолчали о многих моментах в компании, и это было неправильно. Поэтому я совершенно уверен, никакого возврата квестра не будет. Насколько я знаю, никаких китайских покупателей не существует. Мухин не находится в Гонконге. Многое из того, что говорится, это ложь. Если я вам нужен, вы знаете, как со мной связаться. Я есть на Фейсбуке, в Телеграме. Можете задать мне любые вопросы. Я работаю, но если будет время, я постараюсь ответить. Всем пока и держитесь. Это перевод текста, который Диего Мартин опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Это часть моего разговора с господином Мухиным в 2018 году, когда я пытался вернуть своего малыша квестру. My baby квестра. Почему я вернулся? Ну, люди рассказывали мне об ужасных ситуациях, происходящих в их жизни. О людях, которые пытались покончить с собой. Некоторым лидерам угрожали собственные структуры, поэтому я не мог уснуть. Мои друзья, которые потеряли дома или остались без денег и не имели денег даже на еду, это ранит мое сердце. Я знаю, что совершил много плохих поступков. Ты права, Ольга. Я начал проект, потому что верил в людей, и они использовали меня снова и снова. Но я человек. Я знаю свои ошибки и могу ошибаться. Я прошу прощения за всех. Я не хочу, чтобы с людьми больше играли. Они использовали меня, и я просто передавал информацию. И я верил, что смогу вернуть квестру. Я знаю, что это не помогает, но я открыто говорю, что если кто-то хочет привлечь меня к суду, чтобы выступить против них, то я здесь. Группа в Телеграме, которая была в 2018 году, была создана из добрых побуждений и от всего сердца. Теперь ты видишь, что я никогда не лгал тебе. Вот физическое доказательство чат с господином Мухином. Теперь у вас есть собственное мнение о том, что происходит. Искренне ваш, Диего. Под этим видео вы можете найти ссылки на видеоролики, перевод которых я здесь представил. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.